А вы знаете, какое место занимает Инстаграм в рейтинге среди всех соцсетей? На удивление, далеко не первое, а шестое. Однако наша команда считает, что это самая многофункциональная и интересная платформа. Поэтому обозреваем именно ее, а точнее людей, которые там сидят. Вероника Самошкина вновь промониторила страницы новоуренгойцев. Давайте узнаем, кто попал в рубрику на этот раз. Не знаю, как вы, а я уже в предвкушении предстоящего отпуска. Вот-вот наступит август, а теплого лета в новоуренгое мы так и не увидели. Пока подбирала для вас страницы в Инстаграм, заметила, что много северян уже отдыхает. Кто в Турции, кто в Сочи, кто у родственников на земле, а кто-то только вернулся из-за рубежа. Ксения Яркович совсем недавно новоуренгойка вернулась в Мальдив. Думаю, многие бы не отказались поехать на острова, где тишь да гладь. Спокойный отдых полезен для организма, особенно если он проходит на побережье Индийского океана. Однако это не единственное место, которое успела посетить Ксения. Испания, Доминиканы и многочисленные путешествия по России. Интересно следить за людьми, которые полностью показывают и рассказывают о своей жизни в Инстаграм. Особенно, если она наполнена различными событиями. В Газовой столице проживает много открытых людей. То ли ведут страницы как личный дневник для себя, то ли им просто нравится делиться своей жизнью с другими. Елена Прекрасная. Нет, это не тот персонаж из древнегреческой мифологии. Она живет здесь, в Новом Уренгое. Голубоглазая мама кудряшки сына. На своей странице в Инстаграм регулярно публикует фотографии и пишет интересные посты. А еще она любит покушать. Думаю, об этом несложно догадаться, если полистать в профиль. А закончил взор еще одной искательницы приключений. Давайте я ее вам представлю. Эту милую Новоуренгойку зовут Анастасия. В шапке профиля коротко и лаконично. Три хэштега и один из них счастливый человек. Все свои поездки девушка сохраняет в актуальных сториз. Сейчас Анастасия время зря не теряет. Она отправилась в Америку. И, кстати, даже прислала нам видеопривет. Я сейчас нахожусь в маленьком городке Гигг-Харбор. Он находится в штате Вашингтон. Это недалеко от Сиэтла. Это любимое место отдыха не только туристов, но и местных жителей. Они специально приезжают сюда, чтобы взять, например, на прокат яхту, каяки и хорошо провести время. А еще здесь отличный вид на знаменитую гору Райнир. На этом мой обзор подошел к концу. Пожелаю всем, кто находится на Ямале, солнечных лучей и тепла. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok